Новости Бирска 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 оба также стали читатели библиотеки Алена Баранова, Нина Стройкова. Они зачитали стихи в цветнике «Когда беру взаймы я у кого-нибудь, мелькнет весна, прикатит лето» и другие. В Бирском районе отметили День флориста. Жители приняли участие в акции «Цветы села украшения» и присылали организаторам фотографии своих палисадников. Акция была посвящена Году благоустройства и эстетике населенных пунктов Башкирии. Огромное количество жителей откликнулись на призыв и показали землякам, какие цветы разводят на своем участке, а также элементы декора и ландшафтного дизайна. Перепись населения перенесли на апрель 2021 года. Соответствующее постановление подписано в правительстве страны. Согласно документу, перепись пройдет с 1 по 30 апреля следующего года. На отдаленных и труднодоступных территориях перепись населения пройдет с 1 октября этого года по 30 июня следующего. Предварительные итоги предстоящей переписи подведут в октябре 2021 года, окончательной в 4 квартале 22. Предстоящая перепись станет 12 в истории страны и пройдет в новом цифровом формате. А теперь перейдем к основным новостям. 28 июля православные отмечают День памяти князя Владимира. В 988 году состоялось крещение Руси, которое стало знаменательным в истории государства. В Троицком соборе Бирска также состоялось богослужение, после которого прошел крестный ход к реке Белой. Богослужение посвящено сразу двум событиям – Дню памяти князя Владимира и крещению Руси. История праздника уходит в далекий 988 год. Из исторических источников известно, Владимир был жестоким правителем до принятия христианства. Гневный правитель становится абсолютно иным человеком, умудренный и просветленный вот этим светом Евангелия. В Бирске эту дату торжественно отмечают второй раз. Служба началась утром в Троицком соборе. После верующие отправились крестным ходом на реку Белая. Около ста человек стали участниками таинства крещения. 60 из них только сегодня приели христианство. Как говорят священнослужители, человек должен осознанно прийти к религии. Таинство крещения – это баня паки бытия. То есть в таинстве крещения взрослые люди, кто крестится впервые, они омываются полностью от всех своих грехов. Они подобны новорожденным младенцам. Поэтому и призываем тех, кто приходит к таинству крещения уже во взрослом, осознанном возрасте, чтобы после крещения они как можно дольше старались сохранять вот эту чистоту души. Одна из традиций крещения – жертвоприношение Богу. В знак послушания христианам состригают прядь волос и ее запечатывают воском. Стать участником таинства может любой желающий. Достаточно пройти курс огласительных бесед в Свято-Троицком кафедральном соборе. Александр Куфтерин представил вниманию жителей Бирска коллекцию танков из бумаги. Выставка прошла в историческом музее со дня победы до конца июля. Как мастерит свои макеты Александр Михайлович и что вдохновило его на эту работу, узнала наш корреспондент. И я все волновался. Сейчас же все на компьютерах, поэтому смогу, не смогу. Но на удивление дело пошло легко и привычно. Александр Михайлович по профессии архитектор. Еще в институте он увлекался макетированием зданий из бумаги. Сделать образец бронетехники мастер мечтал давно, но все как-то руки не доходили. Время появилось, когда вышел на пенсию. Пришлось оживить старую чертежную доску. Пришлось оживить. Оживить я имею в виду как? Она лежала заброшенной, на ней лежали всякие материалы. Решину пришлось оживить. Видите, вот эту вот решину. Наверное, те, кто знают, знают, что такое, а некоторым нет. Видите, она двигается строго параллельно. Строго параллельно и с помощью треугольников можно треугольники подставлять на 30 градусов, на 45 и вот чертить. Одно дело посмотреть картинку танка, другое сделать его своими руками. Александр Михайлович находит в интернете чертеж бронетехники с масштабной линейкой. Переводит размеры в метры, затем вычерчивает на бумаге. В среднем на макет уходит от полутора до двух недель. На отдельном месте Т-34. Сделал я первый танк. Сделал, поглядел его, покрутил. И когда я делал вот этот вот, уже доделал, вдруг почему-то мне захотелось сделать еще один. Ну, просто вот думаю, вот сейчас я доделаю, и, наверное, вот тот вот очень хочется сделать. И вот, а дальше началось, вот будто меня кто-то вот гнал. Делаю третий, а хочу сделать пятый. Делаю пятый, я уже хочу сделать это. После родилась идея сделать макеты бронетехники не для себя, а для родного Бирска. И Александр Михайлович организовал выставку ко Дню Победы. На всю коллекцию, а это 13 танков и 2 самолета, ушло полгода. Выставка работала до конца июля. А сейчас макеты можно посмотреть на сайте Бирского музея. Вот одно из моих увлечений. Вот я увлекся виноградом. А еще, если точнее, я увлекся виноградным вином. Александр Михайлович – прекрасный садовод. Совместно с супругой облагородил сад, обустроил дорожки, цветники и виноградную аллею. Как герой Челентана осенью готовит вино. А чтобы было удобно ориентироваться, сделал схему участка. Здесь у меня идет живописная дорожка, которая рядом идет с этим, как сказать, которая идет рядом с беседкой. А у меня есть аллея виноградная, соответственно, виноградная дорожка, виноградная аллея, понимаете? А у меня есть площадка, которую мы называем танцпол под навесом. И вот такие вот романтические названия я дал всему. Сейчас Александр Михайлович продолжает работу. Он пополняет свою миниатюрную коллекцию. Следующую выставку бумажных танков и самолетов автор будет презентовать в Уфе. На этом у нас все. Я благодарю вас за внимание. Смотрите Новости Бирска каждый вторник и четверг в 8 часов вечера на телеканале ЮТВ. А если вы пропустили выпуски в будни, повторим самые интересные в субботу в то же время. До свидания.